Десногорск Охрана труда, работа в этом направлении – это давняя традиция Детский сад «Теремок» – лидер по охране труда Пожар в шестом микрорайоне Традиционный весенний концерт «Нитрино» А теперь об этих и других событиях подробнее 4 апреля состоялось очередное заседание комиссии по ЧС и ОПБ на тему обеспечения пожарной безопасности на объектах экономики, жилом и лесном фондах на территории города Подробности в нашем сюжете Заседание комиссии прошло под председательством вновь назначенного заместителя главы Десногорска Марина Кулаковой В целях предупреждения пожаров на дачных участках и в прилегающих к ним лесных массивах на заседание комиссии были приглашены председатели садоводческих товариществ В результате обсуждения этого вопроса были намечены мероприятия по прокладке городским лесничеством минерализованных зон А дачникам рекомендовано не поджигать прошлогоднюю траву на участках и за их пределами не провоцируя таким образом пожарную ситуацию И как показала практика, чтобы избежать пожаров в весенний период из-за пала сухой травы травостой лучше скашивать осенью, сразу после уборки урожая Все сведения на противопожарную тематику будут размещены на информационных стендах в каждом садоводческом товариществе Они на 100% заинтересованы в том, чтобы пожар, чтобы огонь обошел их стороной Поэтому здесь надо активно работать именно с владельцами, арендаторами, тем, которые арендуют сейчас И привлекать их для того, чтобы многие вот эти противопожарные мероприятия, которые изложены у нас в федеральной законодательстве, выполнялись полным объемом Также на комиссии обсудили вопросы готовности к выезду пожарной техники для ликвидации пожаров, возникающих в результате пала прошлогодней сухой травы и состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города О противопожарном состоянии объектов экономики, жилищного фонда, объектов массового пребывания людей доложил начальник ОНД Десногорска Виктор Комаров Управление по делам ГОИЧС по городу Десногорск обращается с убедительной просьбой к родителям, работникам общеобразовательных учреждений провести с детьми беседы о недопущении поджога сухой травы Смоляне стали меньше курить Об этом сообщили на заседании Межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни Председательствовала заместитель губернатора Оксана Лобода По поручению губернатора в регионе было открыто 25 кабинетов отказа от курения где можно получить консультацию специалистов и лечебно-профилактическую помощь В прошлом году к врачам обратились почти 3000 человек, желающих избавиться от этой пагубной привычки 538 из них женщины Находясь под впечатлением от трагических событий в Санкт-Петербурге днем 4 апреля сразу несколько жителей областного центра сообщили по телефону в полицию о бесхозном пакете на улице Октябрьской революции Место было обследовано с соблюдением всех мер предосторожности После взрыва в петербургском метро в Смоленском регионе усилили меры безопасности приняты дополнительные меры по усилению охраны и пропускного режима С работниками вокзальных комплексов проводятся специальные инструктажи Ежегодно в Десногорске проходит городской смотр-конкурс на лучшее состояние охраны труда среди предприятий В 2016 году на суд жюри представили свою работу в этой области 21 организация Лучшими были признаны всего три – это САЭР, Атомтранс и Детский сад Теремок Какая работа для Победы была проведена в дошкольном учреждении, вы узнаете из нашего следующего сюжета В Теремке созданы все возможные условия для безопасного труда Оформлены информационные стенды, на всех рабочих местах размещены памятки по безопасному обращению с оборудованием и бытовыми приборами Для каждой должности разработаны инструкции Вся работа на нашей общей блоке подчиняется инструкциям, которые находятся у нас на рабочем месте по охране труда и также по безопасности Специалистам и руководителями подразделений по охране труда в дошкольном учреждении Для работников проводятся регулярные инструктажи, семинары и практические занятия Разработан пакет документов, в котором отражены вопросы охраны труда всего учреждения В 2016 году была проведена специальная оценка условий на 22 рабочих местах Все специалисты детского сада регулярно проходят медицинские осмотры За неполные 35 лет в Теремке не произошло ни одного несчастного случая Нет у нас профзаболеваний, это хорошо очень Нет у нас несчастных случаев Как говорится, это не только наша заслуга, но это и заслуга самих работников Что они сознательно к этому подходят, подходят к охране труда Они соблюдают охрану труда В 2014 году учреждение было внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников Несколько лет назад победа в номинации конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда» В этот раз к городскому смотру конкурсу готовились всем дружным коллективом Охрана труда, работа в этом направлении это давняя традиция Мы стараемся выполнять все локальные акты, все нормативные документы, которые предписывают ответственность по охране труда Но у нас ведь два направления деятельности Это и охрана труда работников, и охрана жизни и здоровья воспитанников Поэтому мы работаем в двух направлениях Работа, естественно, идет очень кропотливая Всегда получается удачно и хорошо, если работает весь коллектив в одном направлении У нас с этим хорошо, все понимают, что охрана труда – это очень важно В 2017 году детскому саду «Теремок» исполнится 35 лет И победа в конкурсе на лучшее состояние охраны труда в организации стала подарком для всех работников учреждения В России с 4 апреля начала действовать новая редакция правил дорожного движения Вводится ответственность за отсутствие на автомобилях знаков начинающий водитель Шипованная резина, глухой водитель и ряда других За отсутствие обозначений водители будут оштрафованы на 500 рублей Также введены ограничения для начинающих водителей мотоциклов Если их стаж составляет менее двух лет То перевозить пассажиров они не имеют права За нарушение штраф 500 рублей Кроме того, для мотоциклистов повысили максимальную скорость на автомагистралях до 110 км в час В интернет-сети появилось видео пожара, который произошел с Афонова 2 апреля На улице Ковалева загорелась пятиэтажка Пожар произошел в квартире первого этажа В результате огнеборцами были эвакуированы 18 человек с верхних этажей Из них несколько человек пострадали, отравившись продуктами горения Приготовление еды дома – одно из повседневных дел в жизни каждого человека Но, несмотря на свою обыденность, это может привести к печальным последствиям Если при приготовлении пищи не соблюдаются элементарные правила пожарной безопасности 6 апреля около 9 часов утра в диспетчерскую пожарной части поступил звонок от жителя 182 дома 6 микрорайона Который сообщил, что из окна соседней квартиры выходит дым и пахнет гарью По данному адресу выехали две пожарные машины из 15-й пожарной части и одна из ПЧ номер 1 На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже Они проникли в квартиру и обнаружили, что задымление произошло от подгоревшей пищи Наряд полиции прибыл, чтобы расследовать причины пожара Поскольку возгорание произошло по вине хозяина, пострадавших нет, а ущерб незначительный, вызов признали ложным И тем не менее, эта ситуация служит показателем оперативной и слаженной работы наших пожарных служб и правоохранительных органов Сотрудники пограничного управления ФСБ поймали 26 иностранцев, пытавшихся перебраться через границу Среди задержанных 3 гражданина Молдовы, 10 граждан Украины, 6 граждан Казахстана, 4 гражданина Узбекистана и по одному гражданину Турции, Афганистана и Азербайджана Помимо мужчин были задержаны две женщины, обе – уроженки Республики Беларусь Паспортов у девушек при себе не было, водитель, перевозивший нелегалок, был также задержан Все нарушители были оштрафованы на сумму более 70 тысяч рублей С наступлением тепла в регионе произошли два случая выпадения детей из окон 3 апреля в гнездо 4-летний малыш выпал из окна второго этажа Сейчас он находится под присмотром медиков в хирургическом отделении Вторая трагедия произошла в Вязьме Из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже многоэтажного дома, выпала пятилетняя девочка От полученных травм она погибла на месте По обоим фактам следственными органами ведутся проверки А сейчас о культурной жизни города Творческие коллективы спортивно-культурно-досугового сектора Первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС Театр песни «Шанс» и «Десногорские зори» Порадовали жителей города весенним ярким концертом Подробности в нашем следующем сюжете Концертная программа «Все, что в сердце моем, я России, зову» Собрала целый зал дисногорцев Прекрасное сочетание песенного репертуара и танцевальных композиций Дополнение с яркими костюмами просто завораживали Голоса исполнителей и пластика движений танцоров Не давали отвести от сцены взгляд Патриотическая направленность концерта и мастерство коллективов Были высоко оценены дисногорцами Кричала, брала, надо почаще такие концерты проводить для города Вот где духовно-нравственное воспитание Вот где любовь к родине Эти минутки вот приятно посидеть, послушать Очень довольны мы Столько позитива в это трудное наше время такое Почаще мы, правда, мы даже сами все запели Очень довольны, большое спасибо артистам Этот совместный проект двух творческих коллективов Профсоюзной организации Смоленской АЭС уже имел успех Он получил первое место на фестивале патриотических программ работников концерна «Росэнергоатом» «Свет России моей», который проходил осенью в городе Курчатов Это наш экспериментальный проект Решили подобрать репертуар вокальный под народную тематику Впереди у коллективов много новых идей Этим концертом они решили открыть марафон праздничных программ Посвященных 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС И 25-летию концерна «Росэнергоатом» Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова